Доброго времени суток друзья. Надеюсь всех отпустила волна с бесконечными акциями и распродажами, и теперь можно почитать что-то на досуге. Сегодня я поведаю вам о IP-камере E1080 Pidome Camera. Данная камера снимает Full HD при 20, имеет возможность загружать полученные видео в свое облако, при наличии оплаченной подписки или сохранять на microSD, а также широкий угол обзор, 112 градусов, инфракрасную подсветку, слежение за движением в помещении, управление СПК и функцию радионяни. Фокусное расстояние объектива 2,6 мм, количество инфракрасных светодиодов, 8 штук с 940 Nm. Заинтересовало? Прошу подкат. Данный производитель E-Technology, знаком всем как самый первый партнер компании Xiaomi, который разработал им экшн-камеру E, а затем домашнюю IP-камеру и видеорегистратор в автомобиль. Но в позапрошлом году компания решила отделиться и начать выпускать продукцию под собственным именем, после чего выпустили дешевые, но качественные камеры E4K Action Camera и E4K Plus. Дальнейшая ответка от Xiaomi не заставила себя долго ждать и они вовсе убрали товары под брендом E из своего магазина. Теперь перед нами чистая продукция и без каких-либо намеков на Xiaomi. А сами Xiaomi начали выпускать свои устройства под именем Medja. Посылка пришла с российского склада в Москве в мой город за рекордные два дня. Такой оперативной доставки я еще не встречал. Единственный минус, судя по отзывам с Али, у многих помяты коробки. По всей видимости, принимает товар в Москве сама проспекте, мне же досталась почти непомятая упаковка, если не считать замятость в одном месте. Лицевая и боковая стороны сделаны прозрачными, на обороте характеристики. QR-код позволит вам скачать приложение на телефон. На верхней и нижней гранях расположены фирменные наклейки, чтобы никто не вскрыл данную упаковку. Комплектация для камеры достаточно обширная и включает в себя, камеру E1080pdoom, потолочное крепление, комплект из дюбелей и винтов, зарядное устройство, кабель USB-Micro-USB, гарантийный талон, мультиязычная инструкция. Я бы конечно хотел сказать, что все выполнено в лучших традициях Xiaomi, но нет. E делает не менее качественную продукцию, чего только стоит инструкция с наличием 9 языков, включая русский. Для питания камеры предусмотрена ZUS кабелем. Длина последнего достаточно большая и составляет 2 метра. Зарядное устройство же способно выдавать 5,5 первых и вилка европейская. Сама камера существует в двух расцветках и это белая и черная. У меня же на тесте светлый вариант E1080pdoom. Габаритные размеры камеры невелики и составляют, 93 миллиметра звездочка 110 миллиметров. Вес камеры 230 граммов. Корпус с возможностью вращаться на 360, но после упирается. Звука при повороте камера не издает, но при переключении на инфракрасные светодиоды и обратно, издается легкий щелчок. Полные характеристики камеры следующая, высота 110 миллиметров. Верхний диаметр 64 миллиметра. Базовый диаметр 93 миллиметра. Вес 230 года, вес нет. Угол обзора 112 градусов, разрешение 1080p, кодирование H. 264. Ночного видения, 8 встроенных 940 NM, неинвазивных, инфракрасных светодиодов. Фокусное расстояние 2,6 миллиметров. Слот для памяти, есть, microSD-карт, класс 4 и выше, от 4 ГБ до 32 ГБ, монтаж, вертикально, с помощью настенного крепления, на потолок. Рабочая влажность, 80%. Рабочая температура, 32, тильда 122. Подключение, Wi-Fi 2,4 ГГц. Мощность, 605.5.1. Поддерживаемые платформы, iOS 7, 0 или Android 4, 0 или более новые версии. Корпус камеры выполнен из матового пластика с зеркальным шаром в верхней части. По центру шара находится линза камеры. Сколько я не пытался разобрать корпус, все тщетно. Верхняя часть немного раскалывается, но низ остается неподвижным. Внутри камера устроена следующим образом, в нижней части, так сказать, подставки, находятся основные элементы, индикатор работы устройства. Микрофон, окошки с обеих сторон, динамик, окошки с обеих сторон, кнопка перезагрузки. Разъем питания, microUSB. Разъем подкату памяти microUSB. Вид снизу достаточно прост и включает в себя наклейку с моделью, годом выпуска, а также серийным номером устройства. Из наклейки можно узнать о максимальном потреблении в 4W, также снизу находится посадочное место под потолочное или настенное крепление. Наглядная демонстрация индикатора. Синим мигает, когда устройство подключено к сети Wi-Fi оранжевым в момент отсутствия сети, для подключения камеры к беспроводной сети, а также чтобы привязать к приложению, необходимо скачать приложение. Можно сделать это через QR-код на коробке, либо найти в поиске магазина приложений eHome. После скачивания, перед нами открывается главное меню приложения, в которое необходимо добавить наше устройство. После выбора необходимого устройства, ждем ответной реакции от самой камеры, она должна заговорить и произнести фразу «Waiting to connect», после чего необходимо подружить ее с используемой беспроводной сетью. После ввода пароля имени Wi-Fi сети переходим к финальной части и показываем QR-код с приложения в поле зрения камеры. После всех процедур появляется надпись об успешной привязке камеры, а также нам предлагают ввести имя устройства и оформить подписку на облачный сервис. Необходим он для сохранения всех важных видеозаписей в облачном хранилище. Допустим, если к вам в дом попробуем кто-то пробраться, то вы получите уведомление об активности на телефон, а также видеозапись в отдельном хранилище. Но есть один подвох, подписка платная и стоит она недешево, целых 180 евро в год или 35.88 евро в месяц. Но если вы не готовы платить, то можно отказаться от подписки, благо при установленной карте памяти, все записи сохраняются на нее же, но опять же не будет резервной копии в случае чего. После пропуска меню подписки, мы попадаем на главный экран приложения. Нижний бар позволяет выбрать текущий режим просмотра, камера, уведомления, облачное хранилище, магазин продукции и на Амазоне и профиль пользователя. В верхней части главного экрана находится окно с предпросмотром последнего полученного изображения с камеры. Под окном настройки камеры, уведомления с нее и подписка на облачный сервис. Также с данного рабочего стола можно расшарить управление другим пользователем и добавить другие устройства. При этом настройка выбора качества изображения или разрешения отсутствуют полностью. Максимальное потребление трафика при просмотре удаленного изображения составляет max 151 килобайт, S при выборе HD-картинки и max 84 килобайта, S при выборе SD, для удобства управления камерой предусмотрен джойстик, если вы захотите проверить конкретное место в помещении. Также имеется 410 цифровой зум и возможность дистанционно прослушивать все звуки окружающие данную камеру и передавать свои собственные послания из встроенного динамика. Собственно так выглядит меню передачи полномочий другим людям. Настройки камеры позволяют выставить следующие параметры, коррекция искажений объектива, можно убрать подушку или бочку с получаемой картинки. Микрофон камеры, включение его позволяет камере улавливать плач ребенка и подавать сигнал на смартфон. Раньше нам приходилось скачивать отдельное приложение на телефон и оставлять второй рядом с кроваткой. Здесь же готовое устройство. Ночная подсветка, при желании можно отключить назойливое щелканье при переключении на ик-диоды. Датчик движения, позволяет включить данный датчик, а также настроить интеллектуальное распознавание, распознавание и чувствительность движения, частота оповещая и расписание этих режимов. Т. Е можно выставить только вечернее время. Также можно установить автоматический круиз и выставить для него угол обзора и конкретное время. Допустим, если вы установили камеру в углу комнаты, то маркерами в главном меню можно отметить крайнее положение, за которое камера не будет выходить при использовании круиза и в целом. МОИ Клауд. Проверка статуса активности подписки, история платежей и настройка загрузки видео в облачный сервис. Тест связи Wi-Fi. Проверка скорости соединения сети. Отслеживание количества отданных и полученных пакетов. Уведомления. Настройка отображения уведомлений на телефоне. При обнаружении активности, камера уведомляет о ней и показывает полное время. При желании можно также управлять камерой с помощью приложения на Windows. В меню можно также оформить подписку на облачное хранилище и выбрать место сохранения полученных видеозаписей. Перейдем к размерам полученных файлов с камеры. При выставлении SD-качества, финальная картинка имеет разрешение 640 звездочка 368 и вес в 155 килобайтов. При HD-качестве вес значительно увеличивается и становится равным 1,1 мегабайт. А вот ночная съемка добавляет еще веса и переваливает за 2,4 мегабайта. Размер файла с камеры, в которую установлена microSD-карта составляет 9,5 мегабайтов при одной минуте записи. С примером полученного видео в HD-качестве и с помощью встроенного микрофона, можно ознакомиться ниже. А пример ночной съемки можно увидеть здесь. По итогам всего обзора я бы сделал следующий итог. За ту сумму, которую просит производитель, мы получаем довольно качественное устройство и приемлемой картинкой даже в ночное время. Конечно, хотелось бы уже в 2018 году иметь хотя бы 24 кадра в секунду, но и камера вроде как из прошлого, так как она была анонсирована в 2016 году, хотя тот же Xiaomi DoFank 1080p представленный в 2017 году имеет всего 15кс на своем борту, а Xiaomi Akara IP Camera 1080p также представленная в 2017 году так вообще имеет 12кс. Самый большой минус для меня в этой камере, это неубираемый логотип ей в нижнем левом углу. АТЭТ. После недели эксплуатации появился посторонний звук моторчика при повороте. Камера при этом механических повреждений не получала. На видео отчетливо слышен этот шум. АТЭТ. 2. СНЕС вроде как не работает, но зато есть возможность поставить стороннюю прошивку. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с П. 18 правил сайта. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.